Всем, соответственно, доброго вечера, или там у кого какое время суток, все равно доброе, значит, и про Сукоп. Знаете, за что люблю Сукоп? За то, что Сукоп – это праздник, а, непонятно про что, б, понятно, что он про все. Дело в том, что вот понятно, что такое Пес. Это исход из Египта. Понятно, что такое Субоп – это дарование тарни. Понятно, что такое Сукоп. В Торе написано, потому что в Сукоп, в Шалашах, поселил я народ Израиля, когда они вышли из Египта. Чтобы было понятно, это праздник. Значит, Урия, вот известная история Давид и Батшева, все, наверное, знают эту историю, о том, как Давиду понравилась Батшева, там длинная история. Но вот муж тогдашней Батшева, генерал Урия, явился к царю Давиду. И когда царь Давид говорит, иди домой, тот говорит, как я могу, когда весь народ, вся армия в Сукоп, в Шалашах, а я домой пойду спать. Что это такое? Значит, тем самым словом Сукоп мы хорошо понимаем. На самом деле в современном языке это было бы сказала армия в палатках. Армия на войне, она в палатках, она в походах. По этому поводу вообще, чтобы было понятно, что Сукоп – эквивалент современный, вот чтобы было понятно, о чем идет речь, что ибо в походных палатках прибывал народ из Израиля, просто выходя из Египта. Вот просто, чтобы смысл на современные реалии перевести это. Потому что в Шалашах жили, это вот на русском ухо в Шалаше когда живут? Когда отправляются на пикник, забыв палатку, и строят Шалаш такой быстренький. Берут топор, и тоже у меня проблема в русском лесу сделать себе Шалаш. Так вот, это другое мероприятие. Это походное мероприятие, и это военный поход. Тут это надо понимать, вот эту тонкость, которую я сейчас проговорил, потому что без вот этой оговорки, поправки на реалии, я просто на днях беседовал со знакомым, и мы с ним спорили о том, зачем нужно понимать реалии каких-то натора. А я говорил, чтобы для подобных вещей, чтобы понимать, о чем идет речь. Вот здесь это тоже стоит. Но! Но! Тонкость же довольно важная здесь. По выходе из Египта это 40 лет. То есть, к этому нет даты. Вот какое число евреи жили в палатках? Ответ вообще-то с 15-го миссана. И до, ну, то есть, Песох и до... То есть, даты конкретные, житья в палатках, против чего мы живем в палатках. Тут сухот нет. Более того, я, может быть, несколько нахально это утверждаю, но в Таре вообще вот все у нас, видите, привязано к исходу из Египта. Включая субботу, которая еще весьма условное какое-то отношение имеет к исходу из Египта. Все-таки из рабства теперь отдых есть. И в конце концов во втором декологе сказано, что рабами вы были и теперь вы свободные люди, поэтому вам положена суббота. Это еще понятно. Но Йом-Кипур тоже привязан у нас в молитвах каким-то образом к исходу из Египта, что там связи вообще не наблюдается. И по этому поводу сухота такой интересный момент. Он как бы не имеет временной ориентир. То есть, вот эта фраза в сухот поселились, она размазана по всему в календарю эта фраза. И она каким-то образом то есть довольно важный момент. И тут я хочу еще одно сделать замечание по поводу времени и сухот. Дело в том, что традиционно, начиная с царя Соломона, с Шламога Меллах, коронации еврейских царей старались подгадать к сухот. Если была такая возможность, то есть, коронация где-то вот здесь происходит, то его подгадывает под сухот. При этом коронацию подгадывает под сухот, а вот годы правления празднуют по-первыху Ниссан. Значит, вот правило выглядит так, что царские правления, у них как бы день Матрон второй год царства, не начинается первого Ниссана автоматически у всех царей. То есть, если за день до Ниссана царь короновался, то первого Ниссана начинается второй год правления сразу же. То есть, вот такой правильный. И опять, вот к чему я это рассказываю? К тому, что сухот не имеет хронологии, вот он не лежит на хронологической оси. Это довольно хронологический в смысле исторический. Сейчас я покажу, каким он, где, чем он святан, но не бы, где он лежит. Как это ни странно, удобнее всего начинать разбираться в сущности праздника сухот в самом неожиданном месте, там, где скорее он кончается, а именно в конце книги пророка Захария. Я вообще говорил, что обычные евреи плохо знают книги пророков, но книгу пророка Захария, те, кто такие вещи любит, отдельно ценится, по причине того, что в книге пророка Захария она ценна тем, что обычно там, где идут пророчества, приведено пророчество и расшифровка. пророка и по этому поводу вы можете вот этот язык образов пророчества перевести на вот этот перевод рядом идущий, параллельный текст, поэтому книга Захария для тех, кто такие вещи изучает, она учится мной. Но в конце книги Захарии идут вещи, которые как бы про другое. Дело в том, что книга Захария и за ней идущая книга пророка Малахи, последняя глава книги Захария и книга пророка Малахи продолжает эту тему. Это тема последней войны, вот эта война Бога и Мак-Гога, все вот эти темы, приход Машиеха, они в общем из этой вот из этих книг. То есть конец книги Захарии и начало книги Малахи. Не начало книги Малахи до конца. Значит, в конце книги Захарии рассказывается о последней битве за Иерусалим, грядущей битве за Иерусалим, где будет там всякие неприятности, вначале будет поражение, потом будет победа, потом будет прямое вмешательство свыше на осаждающие войска и далее пока вот здесь сюда, а далее вот про праздник суккот идет речь, вдруг не ожидает. И будет всякие оставшиеся из тех народов, которые пришли на Иерусалим, из года в год будут приходить податниц перед царем Хашемом, господом по-русски переводят, воинск, свауф, да, я не буду пока в это время ходить, но в общем воинск, давайте мне так удобно, праздновать праздник суккот, прямо так и написано, лахок адхак суккот, праздновать праздник суккот. И будет, если не придут из семейств земель в Иерусалим, что пасть перед царем Хашемом воинств, не для них будет идти дождь, а если это египетские семействы, и они не придут, то не им. Вот здесь идет какой-то обрыв фразы, и если вы откроете переводы древние, я имею в виду септуагин, тупши, то вульгату, неважно какие древние переводы, вы увидите, что они здесь начинают колебаться, и более того, вот например, переводы издания Рава Кука, вот этот перевод Давида Есифона, там в скобках добавлено не для них будет разлив Нила. На самом деле имеется ввиду следующее, что как бы для жителей Египта дождь не идет, в каком смысле, он вообще там не ходит. Дождь в Египте это предмет общения в международных последних известиях, но вот это как снег над Кальманджаро, то есть в Нигерии прошел снег, а в Египте прошел дождь. Это вот такая же редкость. По этому поводу еще в Торе сказано, что земля Израиль не такая, как земля египетская, она от воды небесной питается от дождя небесного, то есть как бы ключ от урожая в руках небес, а не как земля египетская, которая ногами поешь ее, то есть ее через родливый Нила происходит поение, по этому поводу, как бы жители Египта не смотрят на небо, потому что с неба они ничего не ждут над всем Египтом ясное небо 365 дней в году. Ну да, 365 дней в году. По этому поводу угроза, что если кто-то не придет на праздник Суккот, замечу, из народов, и для него не будет дождя, Египет это, ну тут дальше русское грубое выражение по поводу кто кого испугал. На случай пугать египетян у них дождя не будет. По этому поводу помечают комментариями довольно древними еще стал мудо, для них не будет разновременного. Но значит и дальше говорится и это наказание за то, что не пришли праздновать праздник Суккот. Ну и дальше идет вещь важная там для всяких христианских дел, но смешная довольно-таки вещь по поводу всех котлов в Ярусалиме станут святыней, то есть них можно будет готовить жертвоприношение, но это отдельная такая немножко. Что здесь есть? Вот теперь внимательно, что здесь есть в этой истории у пророка Захария. Праздник Суккот – это праздник, когда приходят народы, это праздник, связанный с дождем. Вот что говорит Захарий. По крайней мере, то, что называется Бахарид временем в конце дня, времена мессиарские народы будут приходить. И это как-то связано с дождем. Это вот то, что говорит пророк Захарий. Теперь. Что здесь важно? А важно здесь вот что. Когда царь Соломон построил храм, это книга царей, первая книга царств, принятая третья книга царств, первые две книги Шмуэля принято называть первыми книгами царств, соответственно, у нас нумерация другая, но книги царств это то, что у всех называется третья и четвертая книга царств. Значит, книга царств первая у евреев рассказывает о том, как происходило Ханукат Хмисбэх. Ханукат это, как известно, праздник по случаю первого использования новоселья, в данном случае жертвенника храма, это времен царя Соломона. Происходила она, вот это открытым текстом, в праздник перед Суккот 8 дней, а потом 8 дней Суккота. То есть храм иерусалимский отстроенный, не временный, не палатка, а уже каменное здание. Это праздник Суккот. Причем, если в книге Млахим как-то еще там говорится, когда все началось, а не указаны даты, когда все это кончилось, то в хрониках, во второй книге хрониках прямо сказано, что конец приходится на 23-й тишрей, то есть 23-е число седьмого месяца, то есть это конец праздника Суккот. То есть это прямо сказано, то есть там уже нет никаких сомнений в том, что речь идет о празднике Суккот. И в речи Соломому по случаю от освящения храма Аз-Амар-Шламо и тогда сказал Соломо Господь сказал пребываю что он пребывает во тьме, но я построил дом, место для пребывания твоего вовеки. И далее произносят тебя не вместят небо и земля и так далее, но далее в этом речи есть речь длинная, она действительно замечательная, это такая изложение, что такое иудаизм устами торжественной царской речи, и эта речь по-моему очень важная, это восьмая глава, но там есть следующие две фразы, когда народ будет поражен неприятелем за то, что согрешил, то они придут сюда и помолятся и будут умолять тебя в этом храме и ты услышишь с небес и простишь за грех народа твоего Израиля и вернешь на землю отцов. И когда будет заперта небеса и не будет дождя, потому что согрешили перед тобой, то помолятся к этому месту, обратите внимание, Эль по направлению к этому месту, не обязательно в нем, и прославят имя и поблагодарят имя твое и вернутся от греха и ты услышишь с небес и простишь за грех рабов твоих и народ твой и они пойдут и дашь дождь земле твоей, который дал народу твоему вуде. Значит, это про дождь. Далее в той же речи «И так же и народцам, который не из народа твоего Израиля и придет из земли далекой ради имени твоего, ибо услышат об имени твоем великом и тебе принесут высокую благодарность и придут молиться в этот дом и ты услышишь с небес место пребывания твоего и сделаешь то, с чем обратятся тебе и народец ради того, чтобы узнали о тебе все народы земли и имя твоего это не убоялись, а почитали как и народ твой почитает, чтобы было известно твое имя, ибо имя твое наречено на доме на этом, который я построил». Вот две вот этих темы в речи царя Соломона еще раз речь произнесена в месяце Тишрей и приурочена к празднику Суккот и там появляются две темы тема дождя и тема инородцев, которые придут в храм и тема храма. И вот после вот этих двух подсказок становится на самом деле кое-что понятно про этот праздник. Дайте я еще одно место приведу. Праздник Суккот вообще я как-то несколько раз говорил, что для того, чтобы понимать смысл праздника неплохо посмотреть, что происходит в храме. Вот закон храмовый чисто про праздник. Они дают регулярно ключики кое-какие. Фокус вот в чем, что жертвоприношение праздника Суккота отличается от жертвоприношения всех остальных праздников. Там приносится в жертву очень много быков. И если причем так, в начале 13, потом 12, потом 11, 10, 9 и так далее в 7 день 7. Обычно приносится в жертву один бык. Вот праздничные жертвы имеются в виду приносит жертву один бык. Здесь приносится много. Если вы посчитаете эту арифметическую прогрессию нисходящую, то получится 70 быков. И Талмуд уверенно говорит 70 быков жертву всесожжения против 70 народов. Как известно, в мире есть 70 народов. И как бы для Талмуда ровное место, что эти быки они как бы как раз ради других приносятся. Причем делается только в праздниках сухот. Опять вот, вот эта тема здесь еще раз проходит. Тогда у нас получается, что в праздниках сухот как бы две темы народы и дожди. мы говорим давайте про народы и про Израиль. И здесь вдруг мы начинаем понимать одну любопытную вещь. Вот структура еврейских праздников понятно как устроен дата Песах и понятно как устроена дата сухот. Это полнолуние, это середина месяца. 15 число середины лунного месяца. Причем вот все, кто там любит говорить про то, что в Торе был другой календарь и что он был не лунный, то пусть они идут вон. Совершенно очевидно, что большие праздники Песах и Сухот это полнолуние и здесь никаких сомнений нет. Не менее очевидно, что Роша-Шана это новолуние. И попытка как бы отвлечься от этого факта какая луна на небе она совершенно очевидно ложная. Очевидно кто-то слишком городской житель, чтобы принимать во внимание луну. Лишний это любимый тест психолога. Найдите лишний. Во всей структуре праздников библейских праздников Песах, Шивот, Сукот, Роша-Шана, Йом-Кипурт найдите лишний. Ответ вам уверенно скажет любой внимательно читающий библейский кем. Лишним будет Йом-Кипур. Йом-Кипурт не укладывается в структуру вообще. Более того, Роша-Шана вызывает некоторое изумление. Но Роша-Шана мы понимаем, что она укладывается в систему Роша-Шана это тоже праздник. Каждый такой малый праздник Роша-Шана и один из Роша-Шана один из начал месяцев он большой праздник это Роша-Шана. А вот Йом-Кипур он лишний. Во-первых, он лежит в неправильный день. Десятое число месяц страннейшим образом ложится. Оно не лунная дата. но если чуть-чуть подумать то вдруг мы понимаем что на самом деле есть очень важная связь между Роша-Шана и Суккот более того по многим количествам проповедей и это начинается еще с Талмуда старательно говорить что в каком-то смысле новогодние праздники которые начинаются с Роша-Шана и дальше идет 10 дней раскаяния до Йом-Кипур очень часто произносится что на самом деле они идут до конца Суккот то есть как бы от Роша-Шана до Суккот это единый блок и мы сказали что Роша-Шана вот это трубление Шафар это царь славы кто это царь славы Гошем Господь Всевышней Силы он царь славы раскройтесь двери храма и поднимитесь в порталы вечности и войдет царь славы кто это царь славы это я Псалом по этому поводу зачитываю это коронация царя царя судьи при огромном стечении народа и Псалом Роша-Шана главный Псалом который перед трублением Шафар это вот народ Израиля и народа мира громкими восклицаниями неречаемыми восклицаниями приветствует восшествие царя так вот это начало этой истории на самом деле главная часть коронации вот уже коронационные торжества вот это не восшествие на престол а коронационные торжества и праздник царства Всевышнего это как раз Суккот то есть Йом-Кипур лежит между Роша-Шана и Суккот с одной целью опять вот я отправляюсь к храмовым делам с точки зрения храма я не говорю народа в данном случае который живет в Бемгинато что называется не в Бегвулин не в храме а который живет где-то на территории Израиля да чтобы было понятно Йом-Кипур не является паломническим праздником вот обрат внимание как бы главный праздник день искупления день прощения как бы ну главное религиозное мероприятие года при этом оно не является паломническим праздником а то вообще паломнический праздник Суккот а Йом-Кипур не паломничий зато в Йом-Кипур никто не обязан приходить в храм нет заповеди прийти в храм вот есть заповедь прийти в храм в Суккот но нет заповеди прийти в храм в Йом-Кипур хотя вы можете посмотреть что синагоги набиты как раз в Йом-Кипур потому что мы все молимся почему потому что с храмовой точки зрения еще раз я подчеркиваю не с точки зрения частного лица который находится у них храма а с точки зрения именно храма Йом-Кипур это день очищения храма и народа от Гошеба пребывающий в вашей скверне вот эту вашу скверну надо убрать вот эта почистка и большая уборка перед большим мероприятием а именно и большое мероприятие это Суккот то есть Йом-Кипур с храмовой точки зрения это очищение храма это такая большая уборка ну уборка духовной нечистоты из храма осквернение осквернение народа это вот такая большая чистка перед коронационными торжествами вот коронация произошла там в Асшецве а вот праздник по случаю вот этот праздник воцарения праздник всех этих радостей это Суккот и поэтому вот это появление Йом-Кипура между Роша-Шана и Суккот на самом деле вот в храмовом отношении показывает роль что и что Суккот это продолжение Роша-Шана вот этой коронации Роша-Шана причем если вот опять смотрим на молитвы Роша-Шана там ничего про евреев там говорится очень мало ну кроме обычных вот стандартов которые есть словесные штампы да и они там есть конечно же в Макзоре на Роша-Шана но на самом деле там ничему не говорится о народе Израиля он как бы это праздник мировой абсолютно он космополитичен ну то что его празднует народ Израиля это да но он космополитичен Суккот не космополитичен вот что тут интересный момент Суккот отличается от Роша-Шана хотя является его продолжением и это видно опять вот смотрите на жертвы Суккот жертвы как бы удвоены по сравнению со всеми остальными праздниками обычный набор жертв это где-нибудь пример значит обычный набор дополнительной жертвы для праздника это книги числа Бамидбар 29 глава значит 2 быка 1 баран 7 ягнят это стандарт во все дни Песох такой же шивот ну там есть дополнительные особые праздничные вещи которые на данном случае это сам теперь Суккот 13 быков 2 барана не 1 а 2 14 годовых ягнят годовых годовалых в истории первого года жизни имеется ввиду до года когда говорится годовалый евреи считают годы так же как и ну на востоке принято год в день рождения начинается год первый год один год я считаю буду говорить что у него один год дня рождения потому что нулевой год сколько твоему ребенку ноль лет ну знаете ли давайте один год говорите как люди так все нормально значит поэтому один год который вы читаете это первый год жизни значит и у нас получается следующее что как бы баран удвоен ягнята удвоены а быки у нас вместо двух вот замечание Рава Гирша оно очень ценно здесь вместо двух 7 и 6 13 в первый день потом будет 12 и он делает одно замечание что на самом деле то что удвоены быки и ягнята а с быками происходит что-то странное что на самом деле быков надо тоже располовить и у нас получается как бы две группы у нас получается две группы жертв одна 7 ягнят баран и 7 быков а в другой то же самое только 6 быков потом 5 быков во второй группе то есть одна группа останется неизменной а вторая будет идти по уменьшению в последний день быков не будет во второй группе а потом на 8 день праздника суккот у нас будет обычная жертва два быка как и положено значит и обычный к чему все это Рава Гирш опять говорит одна группа про народ Израиль вторая группа про инородцев то есть как бы вот это вот такая вот встреча в храме при стечении опять вот как раз суккот в этом смысле если про Ахарид Гайми про последние дни Сахарии мы видим что народы будут приходить то вообще-то это предусмотрено еще царем Соломона что они будут приходить но в храмовой последовательности как бы предполагается что они будут приходить то есть суккот опять еврейский праздник но он намного более еврейский чем Роша Шана он для своих но при этом мы готовы принимать гостей и гости из других народов вот это как бы вот такая вот ситуация которая здесь появляется то есть опять день и не случайно еще раз это царский день это царские дни и совершенно не случайно что суккот как бы коли это царские дни и массовое скопление народа в честь царских дней то вот это суккот шалаши да палатки военные это стекается армия приветствовать царя да обратите внимание что пророк Захарии народу будут приходить не просто к Хошему а Хошем с титулатуры воинств добавлены титулатуры Саваот причем упор на эту титулатуру туда добавлен каждый раз когда говорится будут прийти народы что патниц перед Хошем дальше сразу говорится Саваот почему я люблю этот термин переводить потому что тогда контекст становится понятен воин это боевые такие действия собираются армии вот это именно вот такое вот действие то есть опять это день царский это день явление Хошем но когда я говорю про дождь я упорно говорю еще одну вещь которая и у царя Соломона и у Захарии совершенно уверенно у пророка Захарии совершенно уверенно говорится что в наказание тех кто не придет дожди будут идти не для них вот это потрясающий красотый пассаж походу дожди будут идти не для них как бы дожди будут идти но не для вас то есть обычно переводят ну и правильно переводят не будут идти дожди но в оригинале дожди будут идти не для вас то ли они вам пользуются может быть и будут идти но пользы вам никакой с тобой не будет там вот варианты они будут идти не для вас Значит, вот эта тема дождей, которая и у царя Соломона в речи. Открываем праздник Хак-Сухуот и говорим про дожди и про засуху. Еще раз, ну вот каждый гид по земле Израиля, когда начинает говорить про дожди и про воду, про водную систему земли Израиля, а не понимая водные балансы земли Израиля, некоторые исторические явления просто трудно понять. Ее надо просто иметь в виду, потому что иначе будут там всякие ошибки возможны. Что это правда, что в земле Израиля нет ни одной капли воды, которая не упала бы с неба. Это вот не Египет, где вода льется рекой, а дожди, осадки, из которых льется вода, идут совершенно не в Египте, а идут там в горах выше сильно. И это вообще не среди земли, а Индийского океана. Что малая думаем? И какие же у нас источники, по-вашему? Вы имеете в виду карстовые источники, наши артезианские скважины? А вода в них откуда под голову? Можешь провести анализ, просто пометить капли воды, и ты обнаружишь, что они оттуда совершенно. Под этот самый карстовый слой и накопление воды, той самой воды, которая прошла зимой. И она накапливается каждый год. Все эти накопления воды, они от дождей и никакой другой нет. Опреснение, слегка, опреснение. Ну, это вот, извините, от хорошей жизни мы начинаем опреснять воду. Вот именно от счастья начинают. Вода по цене нефти. Держит меня 12 человек. От радости такой. Извини, а как опреснение у нас проходит? Как берут из моря, по-видимому, качают? Да, только ее вначале нужно испарить, прежде чем… Как ты ее опреснять собираешься не испарением? Все равно, ее источник не с неба, ее с ней источник не будет. Ну, извини, пожалуйста, еще можно построить водовод. Еще можно построить водовод откуда-нибудь. Где там у нас избыток воды бывает? В Индии, что когда у них сон, чтобы вода к нам лилась. Можно. Окей. Значит, можно и так. Но сегодня, мало ли что, из Антарктиды таскать айсберги можно еще. Фокус того, что тема вода действительно очень важна. И вот здесь, вот когда я говорю про время, праздник Суккота «Время» и о том, что вот обратите внимание, что в псалмах говорится упорно про порталы вечности. Вот, явление Хошема в храма, вот смотрите внимательно. Нету такой темы в праздник Песах. Нету такой темы в праздник Шивот, потому что там это не храме происходит, а в отдельности. А вот праздник Суккот – это как раз порталы вечности. Это как раз про Суккот. И фокус – вот какой из праздников Суккота. Это открытие еще и небес и закрытие. Вот про праздник Суккота еще сказано одна довольно любопытная вещь. Да, я хочу заметить, что еще праздник Суккот упоминается в Торе еще один раз в связи с тем, что каждые семь лет должно произойти массовое скопление народа именно в праздник Суккот для публичного чтения Торы. Это в конце книги «Двори в Торозаконе». То есть такой вот торжественный праздник Суккот, опять вот эти вот палатки-шалаши – это такой торжественный сбор движения армий в сторону Иерусалима. Такой торжественный сбор и там подобные вещи. Но дождь, вот чем интересен Суккот? Вот когда говорится, что это праздник сбора урожая, это половина правды. Да, этот праздник происходит и прямо по тексту Торы происходит, когда произошел сбор урожая. В этот праздник приносят букет в храме, ходят с букетом из четырех растений. Значит, листья ивы, мирта, ну ветки, в смысле. Ветки ивы, ветки мирта. Мирта, ну для тех, кто не живет в Израиле, мирта – это вот под каждым доме растет такая заросля мирта. Правда, не такие качественные, которые берут для веток, но мы берем очень качественные, старательно. Почка – пальмовые ветви. Не надо показывать. Я могу показать, а могу не показывать. Значит, причем, и плод дерева и трог называется, я уже забыл, как он называется, не по-еврейски. Трог, он и есть и трог. Кстати, почему и трог, есть совершенно чудесная вещь, почему Эдзхадар, почему именно и трог, потому что там вкус дерева такой же, как вкус плода. На самом деле, это правда, зеленые побеги, зеленые веточки и трога, когда-то в салат опускали, у них и вкус подобный и трогу, и легкий аромат такой трога есть, поэтому это делалось. Значит, при этом вот, что довольно берется, вот здесь действительно некоторый момент. Берется почка, на самом деле, пальмового листа, не открытый пальмовый лист, а закрытый, именно почка. И если он уже открылся, то он не годик. Дело в том, что Талмуд считает, что открытый пальмовый лист – это дерево войны. Это дерево войны. А вот закрытый пальмовый лист – это дерево мира. Кстати, между прочим, остатки этого есть, что на погонах, ну, на петлицах. Куча стран, генеральская петлица, именно открытая пальмовая ветвь. Пальмовая, не миртовая, не оливковая. Ну, в Геральдике различают миртовая, оливковая и пальмовую ветвь. Значит, именно открытая пальмовая ветвь, именно генерал. Потому что, на самом деле, открытый пальмовый лист – это военная символяция. А вот закрытый – это мир. Но происходит очень смешная вещь. Что они должны означать? Зачем все это носят? Зачем этим машут, помывают, качают на шесть сторон света? Ну, как известно, у евреев шесть сторон света, четыре стороны света по горизонту, плюс верх и низ. На шесть сторон света. Значит, это та самая серия Семана Милтаги. Милтагу, извините. Нет. Милтаги, конечно же. Все правильно. Семана Милтаги. Символ – тоже дело. Это как бы этому нужна вода. То есть, происходит замыкание. Происходит вот такое замыкание. Вот мы собрали урожай. Но, чтобы было понятно, в Эрес-Асраэль праздник Сукот – это последний срок сбора фиников. После этого, на самом деле, ничего уже не должно оставаться. Ну, я не говорю про современные фокусы с двойными урожаями плодов с помощью холодильника. Нормально, естественно. Экологически чисто. Значит, то, что остается – это только оливки. Больше ничего там не остается на деревьях после субботы. Оливки еще будут собирать до декабря. Неспешно. Там можно не спешить. Медленно. А вот финики – значит, вот последний урожай, который собирается. И вот, вроде бы, конец года. И, кстати, между прочим, в Торе праздник Сукот называется регулярно Ткуфа-Дгашана. А Ткуфа-Дгашана, если грамотно перевести, это именно конец года. Есть простое доказательство – рождение хана, тоже сказано Ткуфа. Извините, когда хана рожает Шмуэля, тот Куфата-Галидар. Конец беременности. Там вот именно таким словом перевели. Поэтому это именно конец года. Как бы конец года, собрали урожай, но… Но вот здесь происходит замыкание, потому что в этот момент начинают молиться о дождях следующего года происходит. Вот теперь вот это замыкание, которое здесь происходит, я старательно веду к простой вещи. Что праздник Сукот – это еще праздник замыкания и веченства. Вот когда я сказал, что праздник Сукот в хронологической оси отсутствует, именно в исторической оси, он в неисторической празднике, зато он присутствует на временном круге. Вот шана на иврите – это повторение. Год. На иврите – это просто повторяется. По этому поводу вот это вот… А вот на круге праздник Сукот присутствует и является замыканием круга. То есть он с временем у него вот такое отношение. То есть он отсутствует в хронологии на времени как прямой, но присутствует на времени как круг. Вот в этом смысле, когда мы говорим про праздник Сукот, то вот это отношение с временем, которое вне времени. То есть это время, но оно вне истории. Вот это вот довольно странная такая концепция времени. И в этом смысле, вот если вот в ряду паломнических праздников посмотреть, то получается так, что Песох – это начало пути, да, время исхода. Шивот, вы долго будете смеяться, это конец пути, это достижение цели, горы Синай. А Сукот – это путешествие. Это что? В чем путешествие не в смысле из точки А в точку Б, а просто путешествие. Без точек А и точек Б. Без начала и без конца. Это именно путешествие. В удовольствие такое. Я не говорю про удовольствие. Путешествие не обязано быть удовольствием. Смотрите, вот если Песох – это постановка цели и устремления к цели, если Шивот – это достижение цели, то Сукот – это, давайте, ну, высоким стилем, Шивот – это осуществление цели жизни, то Сукот – это жизнь как таковая, жизнь проживаемая. Вне цели, вне цели и вне точки отбытия. Вот что здесь важно? Сукот в этом смысле, он не имеет ни цели, ни точки от пропления. Он вот такой. Вот в себе, если мы говорим про в себе, Свитки, которые читают в празднике. Песнь песней в Песох про любовь, кстати, в конце достигнутую, кто идет на руку милого, опираясь, да, в конце книги. Рут, где женщины добиваются цели и обретают дом, устойчивость, то есть приходят к тому, что надо. И книга Кагелот, книга блужданий и брожений, которая начинается с того, что все реки идут к морю, и море не переправляется, а реки продолжают идти. Крутится, кружится ветер, на круги свои возвращается ветер. Вот это непрерывное движение по кругам и стилистика всяких книг Кагелот, это вот это кружение души уже там дальше пойдет по кругам, причем, на первый взгляд, бесцельное, потому что мышление как бы цели не имеет. Мысль, попытка понять мир, это же нет такой цели понять мир, потому что это довольно бессмысленное. Как цель вы не можете поставить стоп. Вот если цель, это когда вы можете поставить стоп и сказать мне вот сюда. Когда вы говорите, я пытаюсь понять душу и мир, вы не можете к тем воткнуть стоп и сказать, я бегу вот сюда. Потому что тогда зачем вы добежите, если вы уже туда стоп воткнули, если вам уже известно, куда идти. Вот цукот – это вот это. И вот это время, которое без времени и путешествие, которое без как бы цели, это не значит, что оно должно быть без цели. Здесь как раз акцент должен ставиться, важно само путешествие. Путешествие, достичь цели – это здорово, это правильно, и это нужно стремиться. Но само путешествие имеет собственную ценность. Вот что здесь происходит. Вот что такое сукот? Вот этот сбор обязательный лагеря. Непонятно для чего. Потому что так когда-то было сделано. На самом деле говорит одно простую вещь, что путешествие само по себе ценно. Вот это собственная ценность путешествия. А, мэр, это значит, сам процесс? Сам процесс путешествия. Вот цукот – это сам процесс путешествия. Это как дерево, плод. Нет, вроде бы собрано. Давай дальше. Переходим на следующий круг. Праздник сукот – то же самое. Обратите внимание, вот это длинный спор, нужно ли лить вода на жертвы. В праздник сукот происходит возлияние воды на жертвы. На жертвы заливается масло и вино, как известно, при совершении жертвоприношения. В праздник сукот есть совершение, возливают воду. Вот такое. То есть, как бы, вот этот дождь, вот именно праздник сукот как вещь без собственного, вот смысл собственного содержания путешествия. Вот ценность жизни как проживаемой вещи независимо от цели и направления. Это имеет собственную ценность. Вот про что сукот. Вот когда мы стандартно, я напоминаю, что вообще стандартное мышление праздник, вот когда я говорил про книгу Яцера, то она упорно говорит про три плана бытия. Извините за ображение. Время, место, время, пространство и душа. Вот цукот, время у него вот такое, душа у него такое же, как и время, а в пространстве он, опа, выясняется, что цукот попадает еще из пространства. Потому что, вот то, с чего мы начали. Ибо в шалашах поселил я народ Израиля по выходе из Едипта. Где в шалашах? Нигде. В путешествии. Где-то там. Такие, не где, это неправильно, я неправильно сказал. Где-то там. Вот это праздник сукот, вот это внутреннее для души содержание. Это где-то там, когда-то здесь. Вот это сукот. Вот он, вот такой странный праздник. И, вот с одной стороны, в храмовом отношении, это конкретика тяжелая. Это день царский, день воцарения Всевышнего, это день, когда народ Израиля соединяется с теми народами, которые хотят прийти, или Бахарит Гаймим. В конце дней должны прийти, обратите внимание, что там за то, что не пришли, говорится о наказании, за то, что не пришли. Да? Но, правда, по оборотам, там имеется в виду не все народы, а межпоход имеют представители от народов. То есть, как бы, там, из всех семей. То есть, как бы, представители должны быть. Но это в храме. Это вот такое мероприятие храма. Когда мы говорим о суккот вне храма, то это, безусловно, праздник вне времени и вне пространства. Это вот такая вот вещь. И вот ощущение вот этого вне времени и вне пространства, оно как раз те самые шалаши, о которых идет речь. И это очень вещь, которую, как это ни странно, людям, при том, что это банальность. Я говорю, поверьте, что сегодня в эпоху интернета, когда все красивые фразы, сказанные, написанные, растащенные по блогам, бложикам и, как там это называется, и по инстаграмикам. Но это надо не повторять. Эти ощущения надо переживать. Время от времени напоминать себе, это действительно так. Это способ пережить. И обратить внимание на, опять, вполне еврейские вещи. их надо не в проповедях переживать, их надо переживать, зацепившись за то, что вот то самое семана-милтаги символическое действие, а в данном случае это митцва, это сука, это праздничный букет, да, это нужно пережить внутри себя и для этого нужно, ну вот, может быть, я слишком еврей, духовное, без зацепки за материальное, оно ничего не стоит. Это должно быть материализовано. Как сказано, люди должны быть на земле, духовное должно быть приземлено. Если оно не приземлено, то оно улетит. Нам это не нужно. Так вот, цукот во многом это именно вот это. Вот. попробовать это ощутить и для этого вам, нам даны все возможности и подпорки к стередию таких вещей. Все-таки надо на что-то опираться для того, чтобы идти по этому пути. Для этого есть заповеди праздника суда. В любом случае шанатува. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Да, есть вопрос. Вы описали сукот как место или время или пространство. В общем, то, куда могут прийти народы мира и подключиться через это к Всевышнему. Но как тогда понять Медраж о том, что в конце дней народам будет дана Митцва построить суку, и они не смогут ее исполнить? Ну, надо смотреть, о каком времени говорить Медраж. Я не знаю этого Медража. Надо посмотреть, к чему относится Медраж, и надо смотреть контекст. Если вы дойдете ссылку на Медраж, я могу посмотреть, потому что обычно Медраж такого сорта, там какие-то стихи и стонах приведены в книге. Правильно? Ну, вот если вы видите то, что почему, вот здесь проблема выглядит так. Есть такой человек, которого зовут Йона Фридман, сейчас я вспомню, Фрэнкель, Йона Фрэнкель, профессор Йона Фрэнкель. У него есть переведенная на русский язык книга, я ее рекомендую для тех, кто ее может достать, это книга про Агаду, многотомная, она для учебников для открытого университета. Она на русский язык приведет. Йона Фрэнкель слабый теоретик, в смысле он слабо излагает теорию, он не слабый теоретик, ему трудно говорить теорию, высказывать, у него хорошая теория, очень сильная теория, но он очень хорош, когда речь идет о конкретном анализе. И одно правило, которое он упорно настаивал, это всех своих учеников этому учил, и настаивал крайне строго. Когда вы изучаете мидраж, то регулярно, когда пересказывают в книге типа Далек-Равницкий пересказ о году, или какой-нибудь подобный пересказ о году, то пропускают стихи. Обычно любой мидраж, когда говорит что-то, он говорит, как сказано, дальше приводится стих. Так вот, что я на фронте говорю. Никогда не пропускайте стих, а внимательно посмотрите и убежите стих, который ссылается с текстом мидража, потому что стих даст вам привязку, о чем идет речь. Потому что регулярно по фразе, красивой, афористичной фразе мидража, мы его плохо привязываем. О чем идет речь? По этому поводу найдите, пожалуйста, мне этот мидраж, я поищу его, потому что в таком пересказе вы надо найти еще, и посмотреть, какая привязка в нем сделана. И внимательно просто прочесть Танаха, еще раз перечитать мидраж. Регулярно мидраж начинает читать, совершенно по-другому читаться. Вот это регулярно. То, что мидраж со стихом прочитанный и изученным совсем не так, как без него, это многократно проверено. И Йона Фрэнкель это многократно очень активно демонстрирует многократно. И я обнаружил, что его влияние огромное, то есть те, кто пытается сегодня публиковать какие-то тексты мидражи, обязательно эту работу проделывают. То есть он повлиял в этом очень сильно. Если до него регулярно пропускали вот эту часть, то он как раз повлиял крайне сильно и любая публикация сегодня статьи о мидражах, ну по крайней мере в мидражах на заведениях, без вот этой части просто никто не позволяет себе, я подозреваю, что редакторы просто не пропускают и просят сделать работу. Поэтому очень трудно говорить о мидраше, который не виден. поищу ссылку. Мэйр, вы говорили про Суккот, что это путешествие, а можно сказать, что это полнота радости Симха Сосон, да, радость от самого процесса. Смотрите, смотрите, что такое Симха Сосон, это как раз последний День Сосон. В День Сосон есть два мероприятия, одно царское, это гущея нараба, гущея на русский переводится словом усанна, да, гущея спаси или даруй победу. На это частица просьбы. или спаси нас, а еще лучше даруй победу нам. Это связанные говорите слова. Это шмини, это шмини, значит, нараба, это последний день Суккот перед восьмым днем. Это шествие с лавами, это там многие такие мероприятия такого сорка. Это праздники вода и царства, и вот это вот кронация. То есть это не кронация, а вот начало царства. А вот Симхэстоэра это бейда-шеева, это день черпания воды, день возлияния воды на жертву. Вот в этот день происходит народное гуляние совершенно огромных размеров. Огромных размеров. Именно в этот момент, скажем, возврат на Шим, в дворе, который перед большим двором храма делаются балконы для женщин. Это делается, кстати, это день еще огней почему-то. Там начинаются играть противоположным свойством начинают. И там, например, жонглируют крупные из Рабанин. Описывают, как они в этот день жонглировали факелами. Это народное роскошнейшее огромнейшее народное гуляние. Но это такое отдельное мероприятие. Но вечерняя радость это действительно нечто именно суккот. Про это тоже. Но это радость не оформленная ни во что. Это просто народное гуляние. Вот обратите внимание опять. Вот начало и без конца. Но гуляние. Во имя чего? Во имя гуляния. Йом симхотейно. День радости нашего. По какому поводу радости? Потому что радость. Сказано радоваться, мы радуемся. У нас день гуляния. А повод какой? Сказано радоваться, мы радуемся. Спасибо смысл смысл где форма и смысл соединены. Вот я же подумала. На зло старику Аристотелю цели, форма и смысл соединены в единое, а должно быть разъединены. А вот это на зло старику Аристотелю все сделано. Все соединено в единое целое. Ну когда вы говорили у меня аналогия знаете с чем было? Когда дерево плод и дерево только плод дало. понимаете, когда я говорю дерево плод, я не судя еще по поводу Эдспринт. Ну мне кажется это средство и цель, правильно? Вместе то, что вы показали. Дерево плод, а почему Эдров? Потому что дерево плод. А вот я слышала сукут это праздник тшивы из любви. Вот поэтому нет пространства. Может тшива? А если тшиву вот тогда с тшивой связать, то как это понять? Можете сказать? Но если вот тшиву взять за основу и по праздникам ее распределить, то может трудно конечно сразу так так трудно это понимаете такие вот к такого рода с тортов вещам надо готовиться. Ну да, да. Чтобы вы понимали неделю к тому, чтобы такие разговоры вести. А вы сказали, что вот достижения, вы имели ввиду получение цели, а не достижения? цели, мы пришли на гору Синай, ради чего мы уходили из Египта? Мы пришли к Синай, ну вот мы пришли, и что в этом все? Все? Вы что думаете? Я напоминаю вам, Мошэ многократно повторяет фараону, отпусти народ мой, чтоб он совершил мне жертвоприношение, цель путешествия указана, и это цель гора Синай. Эрит Исраэль в качестве цели путешествия ни разу не была указана Мошэ в Египте. Вы как-то упорно не замечаете эту мелкую деталь в этой нечего. Нет, мы заметили, но и про заповеди не было сказано. Как это не было? Ну, что получим там? Про там будет встреча с Певышним, которая там будет. там будет заключен союз. Какие-то условия союза будут, каждая сторона что-то обязуется сделать. Это все понимают. Но цель путешествия достигнута, Шаблот, это достигнутая цель исхода из Египта. Дальше начинается другое путешествие уже. Вот так. про чего тут отдельно надо думать тщательно. На ходу на такие серьезные вопросы отвечать просто не берусь. Маленькое замечание. Можно? не странно, что в Торе как бы вспоминается совершенно как бы основная причина, не то чтобы бытовая, но историческая по месту. Сидите в Суккор. Сидите в Суккор, потому что поселил вас в Суккор. А с другой стороны, как бы Суккор, как никакой больше праздник, у него столько аллегории, у него столько месяцев, у него народа, у него пятое десятое. На какое имеет отношение народы к тому, что поселил Израиль в Суккор? Потому что народы имеют отношение не к Суккору. В смысле не к Сукке. Народы имеют отношение к празднику Суккору, а не к шалаши. Сказано еще раз, я говорю, день праздничного по случаю коронации Всевышнего, коронационный царский праздник. Они имеют отношение к этой части праздника. Суккор тату, а шалаши тут причастны. Вы как-то они, обратите внимание, царь которые придут должны жить в Сукке. Чего вдруг, с каких пор им это стало нужно? Да, ну вот, да, окей, это продолжение этого же вопроса. то есть, у нас две разные темы. У нас Цуккор, который продолжение Роша Шана, который для всех народов, и Роша Шана и Цуккор, это для всех народов, это одна тема. Вторая тема для народа Израиля, как это делает народ Израиля. Ответ, народ Израиля трубит Шапар, его участие в этом мероприятии. С другой стороны, он живет в Цукке, но это же заповеди народа Израиля, где-нибудь ты нашел, что все народы должны жить в Цукке? Пророк Захаря об этом не говорит. Он говорит, праздник Цуккор, придут пастниц перед Гошебом Богом войск. Вот что он говорит. Он не говорит, что праздник Цуккор, народы должны жить в Цукке. С чего вдруг? Ну, они могут там быть гостей. Они могут. Никто не лишает права жить в Цукке. Но более-то наиболее естественно, что они в праздник Цуккор будут жить в Цукке, потому что еще найдите место в Иерусалиме в праздник Цуккор, тем более в те времена, когда сюда будут все народы мира придут. Вы еще найдите место в доме. Конечно, живут они в Цуккор. Конечно, они будут в тех самых шалашатах. Это да. Вопрос об обязанности. Я нашел там этот медраж, про который говорил. Там ссылка. Ну, это... Абадасара... Только прочитай прицел вслух, чтобы мы тоже понимали, о чем есть. Значит, а у все желающие пусть откроют чат, там же для всех, да? А потом люди как узнают? Когда будут слушать? Известно. Значит, Агадас ссылка Абадасара 2б, Абадасара 2б, Абадасара 2б, вы хотите, чтобы я вот так вот на ходу такие номера выделал? Нет, мы не хотим. Я боюсь, что вы слишком хорошего мнения обо мне. я не уверен, что это 2б, я не уверен, что там вообще есть такое. Сейчас, Эсак, да? Нет, я боюсь, что ссылка не удается. Надо посмотреть, правильно ли ссылка. Слушайте, я не буду на ходу пытаться разобраться, честное слово, но это не дело. Мы оставим еще раз. Ну, не дело это, на ходу пытаться разбираться в таких вещах. могу обещать на следующий раз отложить. А то, что евреи сидят в суке, это почувствовать, что ну, вот эта связь с Всевышним, зависимость, правильно? От Всевышнего. Чтобы не забыть об этой связи. Слушайте, я вот очень аккуратно заповеди. Я напоминаю вам любимый медроз, который я раз за разом привожу. Зачем брошить шана трубят шафар? Как это зачем? Если вы сейчас сказали трубить, вот отрубим. Это Талмуд по этому поводу. Дальше есть классический саатя Гаун, который говорит, да, смысла нет в нем, но 10 вещей проснитесь сонно и совершайте шуму, там есть список 10 пунктов, зачем трубят шафар? Но обратите внимание, что начинается все это с высказания Талмуда нам повелели мы делаем. Как там обезьяна видит, обезьяна делает. Наполнять смыслами, изучать, какой эффект это производит. Что это значит для нас, для души? Это важно. И, кстати, ответов, если про шафар 10 ответов, да, стандартно дается, ну, просто стандартный список есть, то про скуб мы можем просто дать такие же 10 ответов. И все эти ответы будут правдой, и для одного и того же человека в разные дни недели будут по кольшенивы хамиши каждый понимание недельник и четверг это будет одно, а в другие дни недели это будет другое. И каждый раз мнение будет меняться кольшенивы хамиши, но это стандартный оборот. Для евритов это как 7 пятниц на неделю у русских приблизительно. И один выходной. Нет, 7 пятниц на неделю или кольшенивы хамиши, когда говорят, то имеется в виду представьте себе, каждый понедельник и четверг объявляется суверенитет. Это вот такого рода пассажа. вот такое вот. Да вот это индивидуально, б это не просто индивидуально, это еще каждого человека ложится на разное настроение. по этому поводу, что человек должен ощущать, проживая в суке, обитая в суке, он должен находиться в суке, это пьяно. Что он там ощущает, достаточно индивидуально, он должен находиться в суке, и вот здесь начинается самое интересное. Вот теперь галаха. почему я всегда напоминаю, что раввин в первую очередь должен знать закон, а красиво говорить это вторая тема. Что требуется от суки? Она должна быть построена к этому празднику суку. Обратите внимание, это нельзя поставить вечный шалаш. Она должна быть построена для суки построена эта крыша, это покрытие. она должна быть сделана к этому празднику суку. Вторая, вы должны в ней оказаться не случайно, а намеренно. Это означает, что ежели вас, вы упали с крыши и оказались в суке, то тут начинается вопрос, выполнил или заповедь сидеть в суку. Но вы должны туда прийти, например, чтобы спрятаться от зноя. Вы туда должны прийти сознательно. В идеале, опять в идеале, вы должны туда прийти, я минимум указывал в данном случае, это очень важно видеть минимум. Правильно, вы должны прийти в суку, построенную для праздника сукот, потому что вы выполняете повеление Всевышнего. Это правильно, что должно быть. Вот это правильный настрой. Теперь, что я должен при этом испытывать, извините, но это зависит от вас, от вашей текущей проживаемой жизни. Вы испытывать можете, можно, наверное, заранее подготовиться, что должен человек пережить. Разве не размышляете вынадить. рабы левицых из Бергичева или про шпольер Зейда, про них история рассказывает похожая, похожих человек в некоторых отношениях. Рассказывают следующую историю. Трубить шапар в синагоге в Рошашана это честь, большая честь и большая милость. Поэтому поводу как-то рабы я привык рассказывать такие вещи про рабы левицых из Бергичева спрашивает у двух хасидов. Если я тебе поручу трубить в Рошашана в Шафар, что ты будешь думать? Какие у тебя будут цивануты, интенции? Тут начинают долго рассказывать о поднятии души к престолу. Там много чего можно рассказать по Габале. Рабя выслушивает, потом смотрит на второго человека попроще и говорит «Ну а если я тебе поручу трубить Шафар?» «Не точно, о чем ты будешь думать?» Рабя «Не так дочку надо замуж пристроить?» «Понятно, на трубе ты тебе нужнее». Правильные каваноты человек правильные каваноты сложил, но у этого будут искренние каваноты, с которым ничего не может сделать. Дочку замуж надо выйти. И это то, что у него будет. И он считает, что он не зря будет трубить, потому что это что-то там повлияет на небеса. Сказать, что мы должны испытать оба-неки. мэр, там же должно небо быть видно, это же не случайно, вот эти все авиапостройки. Не, не должно. Не должно? Как не должно? Ну как, оно должно быть видно теоретически. Если вы туда сток сена наверх положите, я вас уверяю, вы там не видите ничего, то это будет кошерная сука абсолютно. Туда нельзя, когда говорится, что должны быть видны звезды, имеется в виду не кладите туда ковер. Ну на уровне народа есть же какое-то не каждое как вы говорили. И очень хорошо, если ваши звезды, я за. Если вам нужны ваши звезды, то я только за. Главное, чтобы капало, нет? То есть? Ну подожди, как бы кошерная сука, если когда идет дождь, на тебя капает, правильно? Но не заливает. И впервые слышу такое условие. Нет такого условия. Кошерная сука ест не теми больше солнца. Правда? Скажи, пожалуйста, где написано, что если в суке нет ни одного просвета, то она не кошерна? Если в суке нет света, то где написано, что она не кошерна? Эти схах не должны быть слишком плотные, правильно? Как это? Ну так. он не должен быть слишком плотные. Не впервые слышу. Я в свое время своему Рэбе объяснял это в Ешеве. Он хихикал мерзко. вот как я сейчас. Вот как я сейчас. Шатаешь основы веры. Послушай, я не понимаю. Принято делать так. Обрати внимание, я никогда не спорю с тем, что принято. Я всегда за. Народ ничего не делает случайно. Мэр, ну народы мира могут же, как вот говорит пророк Захария, что они осознают и придут и вот именно этот праздник. Вы будете принимать их гостей. Народом мира жить в суке, ну как, ну с каких пор мы стали такие вещи запрещать. Мы запрещаем одну вещь, принимать участие в жертвоприношениях определенного сорта. Да, это единственное, что мы запрещаем. Ну получается сука это не любых запретов которые может. Сука как ковчег человечества. Да. Вы согласны? Я да. Еще и окно там видите такое. Согласно? Нет, в ковчеге. Слушай, прокшамим нашел. Как ковчег это интересно. Да, это модернизированный такой сука это вот как модернизированный ковчег. как вам эта мысль для человечества? Для меня слишком надо подумать. Неожиданно. Неожиданно? Очень дырявая вещь. Сука она дырявая. Сука она не капитальная. Сука она временная. А ковчег это все-таки весьма капитальное мероприятие. Ну, смотря что под ним подразумевать. Я про Ноя читаю, что там описано. И в общем там капитальное сооружение. Ну, тогда были другие условия, поколение другое. А сейчас тонкие вещи надо наверное понимать более. Нет? Когда речь идет о ковчеге, то всегда речь идет о замыканиях. Я не вижу замыкания, честно говоря. Но мне трудно. Вот я сейчас перехожу на язык символов. Мне понятно стиль мышления. Мне понятно, о чем речь. Должно быть замыкание. Когда речь идет о ковчеге, должно быть замыкание. Квучий ковчег стал сукой. Должно быть открывание дверей. Ковчег это мезуза. Поймите, вот ковчег это там, где должна быть, там должна быть мезуза. В суке нет мезузы. Ее по голове там нельзя вешать. Получается, он трансформировал. Можно, конечно, но это будет не мезуза, если вы ее туда повесите. Это будет что-то другое. Так я ж поэтому... Мезуза не вешивает на временные вещи. Я ж поэтому сказала, что... Ковчег это мезуза. Вот поймите. Но ковчег стал сукой. человечество поменять местами. Вот что-то самое. Ну, то есть трансформировалось. И я хочу заметить, мне не нравится все. И по одной простой причине. Дело в том, что ковчег это спасение от злых вод. Правда? А суккот это дожди к благословению. Как бы это на самом деле я считаю, что лозунгом суккот должны быть фразы и откройтесь порталы вечности. Это способа. Вот я считаю, что лозунгом суккот является наоборот открытием, закрытием. Поэтому почему мне не нравится ковчег? Может быть, если я увижу всю цепочку, все построение, оно может быть мне понравится, может быть оно правильное, но вот так в голом виде сказанное без наполнения и обрамления я не очень понимаю, потому что это, скорее всего, как-то по-другому понимает понятие ковчега. Но я же говорю модернизированный. Суккот ровно обратное. Суккот это наоборот открытие такое. Это пространство без границ, это время без границ. Для меня это ровно обратное. Но я же говорю, что это перешло в другую стадию, что внизу закрытости. Наоборот, сука, где все встречаются. Я это имела в виду? Ну, наверное. Уже мы вышли из ковчега. Все, уже вышли. вышли. Мейер, послушай, я хотел все-таки помер ты здесь, нет? Я здесь. Да, послушайте, послушайте, ты меня просто ликвидацию сделал. А вот я нашел такую штуку, пожалуйста, написанную вымасхах, отум отчегам гешем лояхон лахдор беадо, гешем римша сукап сула, не пнешни от ума быть кедират кэва. Еще раз, где ты читаешь? Ну, кто-то урок дает, не знаю. Ты читаешь шульханрух какой-то, да? Не, 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 ну, это пненэ лохадь, он дает урок. У меня просто было в голове, что гешем гешем это семан, что если не проходит, то это слишком отум. Точно так же, как сон, точно так же, как проразус. Внимание, когда пненэ лохадь начинает говорить про ешем рим, это уже плохо. Я согласен, что существующие обычаи, это вот как есть вещи, которые, обычаи сильнее галахи, есть куча вещей, которые ровно вот так выглядят, обычаи сильнее галахи. Окей. Рэбби, можно на Песах пользоваться крахмалом, крахмалить белье? Можно. Так, Рэбби, нам скоро разрешите и хлеб есть. Ну, крахмал есть, окей. Нет, крахмалить белье, там вопрос уже в совершении. Но это вы как про капород рассказывали, что не смогли как бы убедить. Правильно, но если есть обычный, если люди считают, что если слишком плотный, если я положу сток сена на крышу стуки и заявляю, что это моя сука, и мне лимень нипочем, потому что я встану седа и пока пробьет, день кончится, это не соответствует народным представлениям. Окей. Я, если народ считает, что так неправильно, я не буду так делать. Я же, как сказал, я живу среди своего народа, я веду себя как мой народ. Так положено, что я буду с ним спорить. Окей. Ну хорошо, давайте отпусти меры. Тем более, он живет среди народа, а я его сосед. Он это, наверное, имел в виду. Я имел в виду, что жить надо. Главное правило этики делать как все. Окей. Сейчас мы выглянем во двор и посмотрим, как делают все. Ага. Ладно. Окей. Всем доброго. Вечать праздников. И Шанатува, конечно. Да. Хак Самэ, и Шанатува. Всем счастливо. Спасибо. Хак Самэ. Спасибо. Пока-пока. Спасибо. До свидания. Пока.